Вы когда-нибудь слышали про щенка, который провел 18 тысяч лет во льдах? Нет? А как насчет львят, замерзших более 50 тысяч лет назад? Тоже нет? Тогда вам точно стоит посмотреть это видео. В нем я расскажу о самых необычных и неожиданных находках, которые буквально замерзли во времени. Оставайтесь до конца. Финальная история вас точно удивит. Приятного просмотра. Мамонт из Новосибирска Начать свой рассказ мне бы хотелось с очень необычной находки. На Лиховских островах Новосибирского архипелага археологи сделали уникальную находку. Почти в первозданном виде сохранившуюся тушу самки мамонта. Этот невероятный случай привлек особое внимание ученых, так как сохранение животного в таком состоянии – редкость, даже для замороженных останков. Основной сенсацией стало то, что кровь доисторического гиганта сохранилась, несмотря на тысячелетия вечной мерзлоты. При температуре минус 10 градусов по Цельсию, кровь не замерзла, что является настоящим чудом. Более того, при более низких температурах, достигавших минус 17 градусов, кровь также оставалась жидкой. Это открытие может стать переломным моментом в изучении ледникового периода и сохранении древних органических материалов. Мамонт, найденный на островах Новосибирского архипелага, был жертвой насильственной смерти. Вероятно, животное застряло в болотистом участке, отчаянно пытаясь выбраться, но не сумело преодолеть трудности и погибло от истощения. Интересно отметить, что именно это могло способствовать исключительному сохранению тела. Нижняя часть туловища мамонта была погружена в почти чистый лед, что сохранило ее до наших дней в столь потрясающем состоянии. Мамонты, обитавшие на севере Евразии и Северной Америки, являются одними из самых загадочных и знаковых представителей ледникового периода. Эти гигантские существа, покрытые густой шерстью, были прекрасно адаптированы к холодным условиям своего времени. Их размер и уникальное строение зубов позволяли им эффективно питаться растительностью, а их большие бивни использовались не только для защиты от хищников, но и для поиска пищи под снегом. Исследование таких находок, как эта самка мамонта, может помочь нам лучше понять климатические условия и экологические изменения, которые произошли в эпоху их существования. Ледовое побоище. Ну а следующая находка своей уникальностью превосходит даже предыдущую. В 2016 году в окрестностях города Уналакит, штат Аляска, археологи сделали находку, которая сначала вызвала у них лишь скептицизм. Они обнаружили двух лосей, запечатленных во льду в момент яростной схватки. Поначалу ученые предположили, что это просто застреленные охотниками животные, но при более тщательном исследовании оказалось, что находка гораздо более удивительна. Как выяснили исследователи, лоси были погружены в лед в момент их борьбы, что позволило им сохранить тела практически нетронутыми на протяжении тысячелетий. Судя по всему, эти лоси сражались за внимание самки. В результате их схватки, вероятно, произошел несчастный случай. Оба животных упали в ледяную реку и, сцепившись рогами, не смогли выбраться из воды и погибли в ледяном плену. По всей видимости, лоси не особо любят читать историческую литературу, поэтому не слышали про ледовое побоище. Их рога, запечатленные в ледяных узорах, свидетельствуют о жестокой и интенсивной борьбе. Эти животные, борясь за выживание в суровых условиях ледникового периода, стали символом сложной экосистемы того времени. Открытие в Уналаките позволяет глубже понять, как лоси взаимодействовали друг с другом и как изменяющийся климат мог влиять на их жизнь. Сохраненные в льду, они открывают нам новый взгляд на их повседневные трудности и вызовы, которые они встречали на своем пути. Спасение лося Лоси, кстати, любители застревать в ледяных реках. Честно, не знаю, с чем это связано, но вот еще одна необычная ситуация. В шведском городе Эрншельцвик, расположенном в области Вестернарланд на берегу Балтийского моря, произошла трогательная история спасения лося, которая быстро разлетелась по интернету. Зимний день, покрытая льдом озеро, и трое человек, женщина и двое мужчин, наслаждаются катанием на коньках. Все идет спокойно, пока они вдруг не замечают неподалеку лося, оказавшегося в беде. Животное провалилось под тонкий лед и отчаянно пыталось выбраться, но силы его постепенно покидали. Женщина, не теряя времени, начинает действовать. Взяв топор, она начинает пробивать дорожку во льду, направляя ее к берегу, чтобы создать путь для лося к спасению. Каждый удар топора становится для животного шансом на выживание. Тем временем, один из мужчин, держащий в руках камеру, решает привлечь внимание лося, чтобы подбодрить его. Он начинает издавать необычные звуки, пытаясь вдохновить животное на последние усилия. Однако лось уже был настолько изнурен, что решил передохнуть, буквально ложась на лед. В этот напряженный момент кажется, что исход ситуации висит на волоске. Лось явно измотан, а холодная вода грозит полностью парализовать его. Но благодаря упорству и неравнодушию людей, лед наконец уступает, и перед лосем открывается спасительный путь к берегу. С огромным трудом, буквально на последних силах, животное выбирается из ледяного плена. Оно медленно поднимается на ноги, шатается, но все же уходит в лес. Супруги и их друг, не испугавшиеся холодных вод и непредсказуемого поведения дикого зверя, сделали все возможное, чтобы дать лосю второй шанс. И хотя для них это был всего лишь момент проявления человеческого милосердия, для Луся это означало возвращение в родные леса и продолжение жизни в дикой природе. Не замерзшие, а уснувшие. Ну а если предыдущие истории вас не очень впечатлили, то послушайте эту. В 2018 году природный парк в Северной Каролине стал свидетелем необычного природного явления. В условиях рекордного холода аллигаторы замерзли в болотных водах, выставив свои головы на поверхность. Это зрелище могло бы вызвать беспокойство, но сотрудники парка уверяют, что такой феномен вполне естественен. Аллигаторы, как и многие рептилии, являются хладнокровными существами. Их температура тела напрямую зависит от окружающей среды. Они не способны поддерживать постоянную температуру, как теплокровные животные, что делает их зависимыми от внешних условий. В результате, при падении температуры до критически низких уровней, они впадают в состояние, напоминающее спячку. В это время их обмен веществ замедляется до минимума, а потребление пищи практически прекращается. Они способны выживать при температурах примерно до 5 градусов по Цельсию. Но когда становится холоднее, их организм переходит в состояние экономии энергии. Получается, что аллигаторы – это как медведи, только зеленые. Чтобы избежать удушья подо льдом, аллигаторы инстинктивно выставляют свои головы на поверхность, чтобы получать необходимый кислород. Этот процесс был замечен и задокументирован сотрудниками парка, которые описали его в блоге. По их словам, хотя такие условия и не идеальны, все же они позволяют рептилиям выжить до тех пор, пока температура не начнет повышаться. При длительном пребывании в этом состоянии, которое может продлиться более недели, аллигаторы могут нуждаться в помощи, поскольку недостаток кислорода может привести к их гибели. К счастью, в данном случае природа сама предоставила помощь. Температуры начали расти, и воздух прогрелся до комфортной температуры. Таким образом, аллигаторы смогли вновь вернуться к активной жизни, наслаждаясь теплом и вновь становясь частью экосистемы парка. Этот необычный случай показывает, насколько приспособлены аллигаторы к экстремальным условиям и как они удивительным образом взаимодействуют с природой. Носорог Саша Вы когда-нибудь слышали про пушистых носорогов? Нет? Тогда самое время послушать. Осенью 2015 года на берегу реки Семюлях в Якутии была сделана удивительная находка. Останки детеныша шерстистого носорога, который стал настоящей сенсацией в мире палеонтологии. Местные охотники, сначала принявшие останки за тушу оленя, позже заметили бивень, свидетельствующий о том, что перед ними древнее животное. Детеныш был назван Сашей в честь одного из охотников, который его обнаружил. В феврале 2015 года уникальный артефакт был передан в отдел по изучению мамонтовой фауны Академии наук Якутии, где начались детальные исследования. Несмотря на то, что часть туши была повреждена, голова и некоторые мягкие ткани сохранились в превосходном состоянии, что позволило ученым получить важные сведения о шерстистых носорогах. Палеонтологи считают, что Саша может дать представление о диете этих древних животных, условиях их обитания, методах размножения, а также о том, какие животные являются их ближайшими родственниками. Что делает находку еще более значимой, так это тот факт, что Саша – первый детеныш шерстистого носорога, обнаруженный в столь хорошем состоянии. Ранее ученым удавалось находить только останки взрослых особей, причем зачастую это были лишь фрагменты костей. Шерстистый носорог был типичным представителем мамонтовой фауны ледникового периода. В отличие от своих современных потомков, он обладал более массивным телосложением, большими изогнутыми рогами на переносице и густым шерстистым покровом, который защищал его от суровых условий. Эти гиганты могли достигать двух метров в высоту, а их длина превышала четыре с половиной метра. Вес достигал четырех тонны, а длина рога иногда доходила до полутора метров. Шерстистые носороги питались исключительно растительной пищей и исчезли около 15 тысяч лет назад в результате глобальных климатических изменений, сокращения кормовой базы и активной охоты человека. Находка Саши дает уникальную возможность заглянуть в прошлое и узнать больше о жизни этих удивительных существ, когда-то населявших нашу планету. Самый старый пес Не знаю, как вы, но я очень люблю щенят, они всегда очень милые. Но представить себе щенка, который провел во льдах 18 тысяч лет, это что-то невероятное. В 2018 году на берегу реки Индигирки в Якутии была сделана уникальная находка. В вечной мерзлоте обнаружили отлично сохранившуюся мумию древнего щенка. Состояние останков поражает. Густой мех, скелет, зубы, голова и даже мельчайшие детали, такие как реснички и усы, сохранились практически в идеальном виде. Щенку дали имя Дагор, что на якутском языке означает «друг». Однако Дагор оказался не только источником восхищения, но и загадкой для ученых. До сих пор нет точного ответа на вопрос, к какому виду принадлежал этот древний щенок. Был ли он предком современного пса или все же волком? Некоторые исследователи полагают, что собаки появились около 15 тысяч лет назад и произошли от вымерших видов волков. Другие же придерживаются теории, что первые одомашненные собаки появились гораздо раньше, возможно, около 30 тысяч лет назад. Эта находка открывает новое окно в мир древней истории. Ведь собаки не просто спутники человека, их эволюция тесно переплетается с нашей. Волки и люди шли бок о бок на протяжении тысячелетий, что привело к уникальному симбиозу, в результате которого дикие хищники стали нашими верными друзьями. Тесные связи между людьми и волками, возможно, и стали тем ключевым фактором, который позволил нам одомашнить этих великолепных существ. На данный момент мумия щенка изучается в Северо-Восточном федеральном университете в Якутске. Исследователи надеются, что Дегар поможет раскрыть еще больше тайн о древних временах и эволюции как собак, так и людей. Кто знает, может быть, этот маленький друг станет важной частью большой истории. Котята. Ну и раз мы заговорили о наших верных товарищах, то было бы некрасиво не упомянуть еще одних верных пушистиков, котят, точнее львят, но не обычных, а пещерных. В 2015 году в Якутии были обнаружены два детеныша пещерного льва, чей возраст оценивается примерно в 55 тысяч лет. Найденные в вечной мерзлоте, эти маленькие львята получили имена Уян и Дина. Однако история их жизни оказалась трагичной. Ученые выяснили, что львятам было всего несколько дней от роду. По всей видимости, их мать оставила их вскоре после рождения, что и стало причиной их гибели. Но Уян и Дина – не единственные представители пещерных львов, найденные в этом суровом крае. Недавно в Якутии, у реки Терехтях в Абыйском районе, был обнаружен еще один львенок, возраст которого составляет более 50 тысяч лет. Этот львенок был постарше, ему было от одного до двух месяцев, когда он погиб. Его останки удивительно хорошо сохранились, что позволило ученым сделать важные открытия. Исследования новой находки уже дали плодотворные результаты. Благодаря отличной сохранности мумии, стало возможным более детально изучить окрас пещерных львов. Ранее, из-за плохой сохранности останков, такие детали оставались загадкой. Теперь же выяснилось, что их окрас был весьма схож с окрасом современных крупных кошек. Каждая новая находка, подобная этой, приближает нас к пониманию того, как жили эти величественные животные в древние времена. Уян, Дина и другие замерзшие львята позволяют ученым воссоздать образ пещерных львов, а также узнать больше о том, как они адаптировались к жизни в суровых условиях ледникового периода. Ну а последняя история показывает, как креативность может обернуться провалом, если забыть о границах допустимого. В южной части Японии открылся необычный тематический каток, который быстро вызвал волну критики и обсуждений. Все дело в том, что подо льдом посетители могли видеть тысячи замороженных рыб, скатов и крабов. Зрелище, мягко говоря, оказалось жутким. На фотографиях, распространившихся в интернете, видны рыбы с открытыми ртами, а в некоторых местах их выложили в форме стрел, как будто указывающих путь по катку. Администрация парка первоначально заявила, что это всего лишь увеличенные фотографии морских существ, но правда оказалась совсем другой. Каток диаметром с два небоскреба, под которым находились около 25 различных видов рыб, был сделан с использованием настоящих мертвых морских обитателей. Рыбу привезли с оптового рынка, где она уже считалась непригодной для употребления в пищу. Однако эта информация не смягчила общественное возмущение. Многие пользователи социальных сетей выразили свое недовольство, обвиняя руководство парка в бесчувственности и неуважении к природе. Некоторые саркастически заметили, что катание на таком катке могло бы обернуться неудачей. Пошел покататься на коньках, а в итоге угодил в пасть рыбе и сломал лодыжку. Негативные комментарии и общественное недовольство заставили парк пересмотреть свою позицию. В итоге было принято решение устроить своеобразные поминки для рыб и закрыть каток. Эта история привлекла внимание не только в Японии, но и за ее пределами, вызвав дискуссии о том, насколько допустимо использовать мертвых животных в развлекательных целях, даже если они уже непригодны для еды. Этот случай напоминает о том, что в стремлении удивить и развлечь важно сохранять уважение к живой природе, а не превращать ее в объект для шокирующих шоу. Да уж, такая безнравственная бизнес-идея никуда не годится. Ну а если вы хотите заработать деньги честным путем, то у меня есть кое-какое предложение для вас. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр!